Всем привет! С вами Селена Свэй. И сегодня хочу снять видео для мужчин и рассказать им, что же девушкам нравится в мужчинах. Хочется посоветовать на самом деле, потому что, вы знаете, сталкиваюсь уже в последнее время, у меня много девушек, подруг свободные, и я все время сталкиваюсь с тем, что мальчики просто ведут себя так смешно, так загадочно, так непонятно. Не знаю, конечно, может быть то же самое они могут сказать о девушках, но я вот хочу сказать просто вот свое мнение для всех мужчин, которые не могут себе, может быть, найти девушку или что. Что нравится девушкам? Конечно, нравится девушкам разное. Каким-то девушкам нравятся такие парни плохиши, знаете, нужно там показать какой-то самоуверенный, тогда девушки, которые менее уверенные такие в себе, они, конечно, будут тянуться за силой, за таким вот нахальством, хотя и уверенные в себе тоже могут тянуться, да, за этим, именно для того, чтобы доказать вам, что вы не такой уж и крутой, и она круче, да, то есть такая какая-то борьба. Но в целом, если брать для жизни, для всего, вот сколько я знаю девчонок, да, сколько было уже за всю жизнь этих общений и всего-всего, как-то девушки все равно склонны к одному чему-то идти, да. Им нравятся мужчины, конечно, которые в первую очередь, за которыми можно быть как за каменной стеной. Что я хочу сказать, да, то есть все мы женщины, все мы рожаем, да, там, ну, то есть имеем детей, все хотим как бы семьи, и мы такой слабый как бы пол, да, мы хотим сесть дома, чтобы был уют какой-то, да, там, создать его, все это. И нам нужен мужчина, который как бы обеспечит вот эту вот, обеспечит вот этот дом, можно сказать, да. Поэтому в первую очередь, мне кажется, все-таки мужчина должен зарабатывать деньги, он должен уметь их зарабатывать хотя бы. Это как бы говорит о мужчине, да, о его заработке, о его достатке, говорит какие-то вещи. То есть, в первую очередь, вы должны уметь зарабатывать, обеспечить себя и свою девушку. Второй момент. Мужчины любят внимательных. Я даже скажу, что не только девушки любят внимательных, но и мужчины. Ну и вообще, все люди любят внимательность, чтобы к ним были внимательны. Как себя человек ведет, что он сказал, уточнить какие-то моменты, да, а почему там вот это, а вот где вы были. То есть, вот внимательные моменты спрашивать о человеке, все. В общем, каждый человек, и девушка, и мужчина любят, чтобы к ним проявляли внимание, задавали вопросы, интересовались их личностью. Также девушке, может быть, мужчинам это не очень так надо, да, хотя думаю, что это и тем, и тем нужно. Это забота. Помимо того, что вы замечаете много вещей, хорошо, чтобы вы заботились о чем-то. Если вы заметили, что у девушки, например, не налит чай, да, там, или не наполнен бокал вина, то хорошо, чтобы вы позаботились об этом и налили, да, чтобы вы прислушивались не только к ее, допустим, желаниям каким-то, что она хочет, да, но и позаботились для того, чтобы решить ее какую-то проблему, если вы видите, да, какую-то мелочь. И очень, очень важны мелочи. То есть, мужчины порой думают какими-то масштабными вещами, да, а для девушки, потому что мы более такие утонченные натуры, очень важны мелочи, да, тот же чай, понимаете, в который в чашке там мужчина тебе должен в кафе, да, налить, поухаживать. Не то, что должен, ты сама можешь, но это мелочь, которая очень приятная, которая говорит о том, что он заботится, он внимателен, он думает о тебе вот, грубо говоря, каждую минуту, да, раз уж чай какой-то. Я уже не говорю о каких-то крупных вещах. Для девушек очень, конечно, важно еще, чтобы их понимали. Но вот мне кажется, с пониманием это такая вещь очень сложная. Реально нужно этим, наверное, всю жизнь заниматься и как-то углубляться, чтобы понимать женщин, понимать свою женщину. Или, может быть, просто должно быть на первом месте вот это вот понимание вообще собеседника своего и человека рядом, да, поэтому это очень сложно. Есть люди, которые вообще абсолютно по-разному мыслят, имеют разные принципы, разные взгляды на жизнь, и если два человека сталкиваются в какой-то момент с одной какой-то проблемой, очень сложно найти взаимопонимание, да, в этих вещах. Хотя можно понять человека, но не согласиться с его с точкой зрения остаться. Я понимаю, что ты так думаешь, да, но это совершенно не со мной. И активных, активных мужчин, девушки любят активных мужчин, чтобы они проявляли инициативу, потому что мужчина создан вообще для того, чтобы, наверное, проявлять инициативу. Я не знаю, это очень сложно для девушек, допустим, да, там, знакомиться с парнями, где-то еще, представляете, отказ девушки по самооценке. Я даже вот в один момент задумывалась, как вот так вот мужчины знакомятся с девушками и там тысячу раз по дню слышат отказ, нет, 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 мы же такие королевы, как бы там, да, не должны показывать, в общем, должны показывать свою какую-то гордость, там, величие, там, да, и поэтому первый наш ответ всегда нет, нужно заинтересовать, нужно нас поставить в такие рамки, чтобы мы не могли отказать, ну, грубо говоря, ну, не насильно, а заинтересовать. И, конечно, проявлять инициативу, то есть все, познакомились, да, задали какие-то вопросы девушке, поинтересовались ей, затем, там, немножко рассказали себе, как можно меньше нужно рассказывать о себе, да, ну, если конкретно она только задает вопросы, затем приглашение, да, приглашение, звонки какие-то, да, это говорит о ваших намерениях, а если этого не происходит, и все происходит лишь бы как, то, конечно, хотя, вот знаете, такое видео снимать, как бы, да, с другой стороны, вот я убеждена, что влюбленный человек, который хочет быть с девушкой, которая ему нравится, вот он будет вообще ломать себя и так, и сяк для того, чтобы быть с ней, чтобы с ней познакомиться, удивить ее, подарить ей что-то, а если мужчина что-то не делает, или как-то все происходит непонятно как, то один вывод у меня, это, скорее всего, он просто не хочет этого делать, он не очень заинтересован в каких-то вещах с вами, и поэтому так все и происходит. В общем, парни, хочу вам сказать, что если вам нравится девушка, просто действуйте, будьте к ней внимательны, заботливы, удивляйте ее, дарите ей подарки, и будьте активными, и она ответит вам взаимностью, если вы, конечно, нравитесь внешне, хотя бы. В общем, желаю вам удачи, не тормозите. Но если девушка вам не нравится, то лучше не пудрите ей мозги. С вами была Селена Свей, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!